Здравствуйте, это программа тема дня, с вами Вера Таран. Ну что ж, учебный год начался, поэтому вопрос, как сделать учебу для своего ребенка не только эффективной, но и интересной, этот вопрос снова актуален. Ну и поэтому у нас сегодня в гостях, я бы уже даже сказала, наши друзья. Это Центр развития интеллекта Пифагорка, который сегодня нам об этом не только и расскажет, как они это делают у себя. Я напоминаю, что мы вещаем на телеканале Тверской проспект региона, а также на Тверской радиочастоте 95 и 5 FM, радио Монте-Карло. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 3190, звоните, задавайте вопросы нашим гостям. Ну а я вам рада приветствовать Сергея Былинкина, который как раз является руководителем Пифагорки. Сегодня также у нас в гостях Никита Разумов, руководитель направления разговорный английский, который также существует в центре. И Виктория Каськова у нас сегодня представляет родителей. Тех учеников, конкретно своего ученика, который посещает Пифагорку. Ну что же, я думаю, что не будем мы ходить вокруг да около сразу же. Первый вопрос. Что дает Пифагорка? Сергей. Здравствуйте еще раз. Пифагорка, я всегда говорю, что Пифагорка, мы помощники. Помощники родителей, помощники школ. Мы даем то, что не всегда можно успеть сделать в домашних условиях, не всегда могут сделать учителя, потому что очень серьезная программа в школе сейчас. Мы даем именно интеллектуальное развитие. Развитие памяти, внимания. То есть всего того, что помогает в жизни, в школе и в общении. Мне всегда нравился этот момент, что помимо учебы, с тем, что получает ребенок Пифагорки, он может вообще в принципе двигаться дальше по жизни. Это в какой-то степени облегчает реализацию каких-то планов, задач, целей, желаний ребенка. Мы об этом тоже сегодня поговорим. Но вот все-таки какие навыки приобретает ребенок у вас? Если говорить о навыках, то есть что есть навык? Это то, что человек может использовать в жизни. Из навыков это умение социализироваться, то есть находить свое место в любой группе, в маленькой, в большой. Это умение ставить цели, добиваться их. Это умение работать с большим объемом информации, что в нашем мире это очень важно. Информации очень много, и тот, кто владеет больше и может ее правильно и быстрее обработать, у того и будет преимущество. Поэтому мы как раз с этим и работаем. И, конечно же, переключаться между этими задачами. Чтобы голова при этом не превращалась в большой шар от переизбытка знаний. Хорошо. Ну, вас уже знают в городе, что скрывать. Но все-таки первое, с чем ассоциируется Пифагорка, это, конечно, ментальная арифметика. Вот расскажите об этом направлении. Смотрите, мы когда открывались, это уже было больше 3 года назад, когда появлялась ментальная арифметика, передо мной стоял вопрос, что мы будем давать детям. Классическая ментальная арифметика – это быстрый счет, воображение. То есть ментальное – это воображение, арифметика – это плюс-минус, множество разделить. То есть классическая арифметика в голове. Я сам закончил 17-ю школу математическую, всегда быстро считал, и счет у меня в детстве не был. Поэтому, когда мы открывались, я подумал, а нужно ли детям давать этот навык именно быстрого счета? Его может дать и школа. Ну, и после раздумья я принял решение, что именно будет развитие интеллекта. То есть ментальная арифметика – это методика развития интеллекта с помощью счетов Абакуса, Рабан и именно устного счета. Но у нас не классическая ментальная арифметика. Счет у нас занимает процентов 15 времени занятия. Остальное время – это именно развитие интеллекта. Посредством упражнений, которые мы разрабатываем совместно с психологами, нейропсихологами, неврологами, работают с разными отделами головного мозга. Поэтому наша ментальная арифметика – это в первую очередь развитие интеллекта, а счет он второстепенен. Да, у нас считают и дошколята 5-6 лет, и более старшие дети гораздо быстрее начинают считать. Но это благодаря развитию, а не именно счету в самом деле. Я так понимаю, что в этом как раз и заключается уникальность этой методики. То, что здесь как раз вообще такой комплекс тех людей, вот и большая группа, совершенно разные направленности, которые над ней работают. Либо есть что-то еще? Здесь еще есть психологические тонкости именно работы внутри самой группы. То есть мы помогаем детям находить место в группе комфортно для себя. Лидерские качества развивать, социализацию, целеполагание. Также мы обучаем целеполаганию каждое занятие. То есть дети начинают ставить цели, и это переносит потом в жизнь. То есть это очень важный навык для обычной жизни. Ну и само собой родители частенько удивляются, когда после определенного времени хождения к нам, они говорят, что как-то так, наш ребенок вдруг стал делать домашние задания самостоятельно. Оказывается, не нужно его заставлять, и ребенок в состоянии сам поставить себе цель и ее добиться. Ну это важно на самом деле, когда ты себя не заставляешь, а у тебя есть желание. То есть совершенно это уже другой результат, другой подход к делу. Но вот вы упомянули о родителях, мне кажется, как раз вот Виктория, вам слово. Вообще, как вы узнали про Пифагорку? У знакомой рассказала, что есть ментальная арифметика. Я не знала, что есть Пифагорка. В интернете набрала Центр развития по ментальной арифметике. Первая ссылка – это Пифагорка, оказалось. Мы позвонили, сайт очень доступен, телефон, указываешь свой номер, и там тебе перезвонят. Нам перезвонили, Сергей, мы записались на прием, он нас встретил. Первое занятие, я думаю, мы не останемся, потому что она у нас очень скромная девушка. В садик мы не ходим, нам 5 лет было. В садик мы не ходим, и мы занимаемся дома, с учителями на дому, и решили попросту такое ментальная арифметика. А там коллектив? Там коллектив, да. Но первое занятие у нас было один на один с Сергеем. Вначале она хотела сбежать, но Сергей заинтересовал ее. Было интересно, самой мне тоже интересно. Решили, что будем ходить. Коллектив небольшой, для нас это было идеально. Для Дашкалят у нас группа 3, максимум 4 человека, потому что каждый ребенок тянет на себя внимание. У нас занятия построены по следующему принципу. Есть общегрупповые задания, которые все дети делают, а дальше индивидуальная работа с каждым. И вот Дашкалята до 7 лет очень много индивидуальной работы. Очень много нужно успеть дать за то время, пока они у нас находятся. Поэтому небольшой коллектив, что позволяет тоже... Мне кажется, из чисто психологической точки зрения, это на самом деле разумно. Потому что в любом случае, когда ребенок выпадает из привычной атмосферы, это некий стресс. А здесь, когда небольшая такая уже группа, мне кажется, потом уже легче, наверное, будет и в школу пойти, где коллектива будет больше. Ну, того Сергей нам дал знание. Мы пришли в ноябре 2018 года к нему первый раз. Нам 5 лет. Мы считали с 1 до 10. Сейчас мы трехзначные складываем, вычитаем в уме. Не скажу, что у нас всегда получается это, но двухзначные однозначно у нас получаются. Трехзначные вот сейчас пробуем. Ну вот, кстати, у нас был эфир. Здесь были ребята, которые участвовали в Олимпиадах, вообще посещают Пифагорку. Я никогда не забуду, как они лихо просто на самом деле на глазах вот эти огромные цифры складывали, выдавали сразу же результат. То есть, как говорится, насколько это работает, можно было даже в нас в прямом эфире сразу же в этом убедиться. Я хотел, знаете, дополнить, что вот это умение, оно сформировано именно благодаря вот тому, что мы развиваем интеллект, не счеты. Потому что я знаю ребят, которые тоже занимаются и ментальной алифметикой, и не только в нашем городе, и считают по 60 примеров в день дома домашнее задание. И очень им тяжело, и некоторым очень даже грустно. Но при этом нет этого навыка. Они считают, да, очень много на счетах, а когда переходят на счет в уме, у них небольшой ступор. Потому что у них есть очень много механической вот этой памяти, но при этом не хватает, не знаю, правда, чего не хватает. 4 прибавить 8 они могут, а 40 прибавить 80 не могут, хотя это одни и те же цифры. То есть, нет вот этого, не хватает вот этого именно развития. Много счета, развитие второе. Поэтому мы всегда говорим, есть что мы даем, а есть как мы даем. Здесь как раз разговор о том, как. Хорошо. Ну, все-таки, возвращаясь к математике, да, некоторые, знаете, могут так скептически мыслить, сейчас век высоких технологий, да, все считают машиной. Зачем? Зачем это надо, этот счет в уме? И вообще математика? На самом деле, это очень правильный вопрос и очень хороший. И вот, повторюсь, именно им я задался в свое время, когда мы открывали. Поэтому мы не занимаемся счетом. Вот, отвечая на ваш вопрос, мы этим не занимаемся. Счет у нас занимает 15% времени. Мы позволяем сделать так, чтобы было преимущество у ребенка над машиной. То есть, именно... Это здорово. Да, именно скорость, даже не скорость обработки информации, а скорость принятия решения. Для себя то, что ему поможет в жизни. А ни счет, ни калькулятор. Хорошо, мы сейчас идем на небольшую рекламную паузу. Не переключайтесь, будет интересно. Ну что ж, мы продолжаем говорить про интересное обучение. И, как нам показывает, у нас уже есть первый телефонный звонок. Добрый день. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы работаете с особенными детьми? Спасибо. Сергей. Да, работаем. У нас есть ребята и с СДВГ, это синдром действия, занимает гиперактивность, и ЗПР, это запоздало психическое развитие. Работаем, то есть наше занятие как раз направлено на то, чтобы им помочь максимально. Адаптироваться, да? Да, показывает хорошие результаты и развитие, но это дело такое, много времени на это уходит, то есть родитель должен быть готовым. Работает все то же самое, только несколько дольше. Дольше, да. А вот я думаю, что звонящего заинтересовало наверняка, во-первых, и наша программа, почему человек, давайте назовем телефон. Да, конечно, то есть к нам можно записаться на проводное занятие, оно индивидуальное, оно бесплатное, телефон 60-62-62. Записаться находимся мы в Заверском районе, это Зеленый-Коноплянник, 18, корпус 1, это Пролетарский район, торговый центр Рубин, и Южный Октябрьский проспект 99. Хорошо, ну вот периодически вы будете видеть у нас этот телефон в нашей программе в Титре, поэтому обращайте внимание, записывайте и звоните. Ну что ж, продолжаем наш разговор, да, многие сейчас говорят, и педагоги, что, конечно, современные дети, да, дети 21 века, они, конечно, отличаются от предыдущих поколений, да, которые еще родились и какое-то время жили без интернета, то есть сейчас ребятам требуются несколько другие навыки развития их. Ну вот интересно, во-первых, какие все-таки навыки сейчас становятся в числе приоритетных, и как вы их развиваете? Из опыта даже общения с детьми, знаете, самый главный навык для взрослого – это умение общаться, потому что ребята очень многие в гаджетах, в интернете, им не хватает эмоций, им не хватает общения, очень много депрессии, потому что нужно выплескивать эмоции, нужно получать их, гаджет этого не дает. Для детей, конечно, это не является проблемой, не является запросом, но общаясь на наших занятиях, они раскрываются, и мы каждый месяц выезжаем куда-то, какие-то экскурсии, мы собираем максимально большое количество пифагор, появляются новые друзья, новые общения, ребята начинают общаться вживую. И для детей самое главное – это скорость, скорость своего мышления, насколько быстро они могут понять, что им сказать, насколько быстро они могут выдать ответ. Скажем так, знаете, как работает общение? Я вам говорю фразу, какой-то вопрос, например, у вас в голове несколько вариантов сразу, например, по очереди появляются, и вы быстро выбираете, какой выдать. Так вот, как раз преимущество будет у того, у кого этих вариантов было больше, и кто смог выделить, вычленить нужное и выдать ответ. Вот это очень важно для ребят, и мы развиваем как раз наши упражнения. У нас сейчас больше 35 уже. Упражнения на каждую группу, скажем так, мозговых мышц. Я знаю, что, Виктория, вы побывали на занятиях, посещали, поделились с ними впечатлениями. У нас в последнее время, мы с ребенком посещаем занятия, даже мне самой интересны эти занятия. И иногда мне труднее, чем ребенку сделать эти упражнения, которые мы для разминки делаем. Минут 10-15 это решают примеры, а все остальное это игры и какие-то упражнения на логику, на развитие памяти, тренировка памяти, внимания. Ребенок стал внимательнее, на самом деле, не просто так, и ей интересно, самое главное. Да, вот как раз про Варю расскажу. Ей сейчас 6 лет, вот исполнено столько-только, и она сейчас запоминает 8 элементов по очереди. Подряд, да, в что имя не важно. То есть это не мнемотехника, когда придумывают сказку или придумывают какие-то движения, чтобы запомнить. Это именно работа оперативной памяти. То есть она видит 8 элементов и выдает. Для справки взрослый запоминает 4 плюс-минус 2 элемента. Сейчас по современной исследованию показывают, что взрослый может 6 элементов запомнить уже с трудом, а она запоминает 8 в 6 лет. То есть уже какое преимущество в дальнейшем. Здорово. Ну вот с какого возраста можно заниматься ментальной арифметикой? Я знаю, что у вас разные группы существуют. Мы уже упомянули про дешкалят, да, но вообще как это все? Вообще, в принципе, у нас занятия проходят с 5 до 15 лет. Иногда у нас есть и 4-летние ребята, потому что все индивидуально, все развитие индивидуально. И группы у нас подбираются как по возрасту, но в первую очередь по характеру каждого ребенка, чтобы всем было хорошо. То есть у нас в одной группе может быть ребенок 6 лет и 8 лет. Потому что, допустим, 6-летний, он эмоционально работает очень хорошо. Или, например, 10-летний ребенок, ему очень нравится с более младшими быть помощниками. И мы определяем группу, где более младшие ребята. То есть вот это раскрываем каждого ребенка по-своему. Хорошо. Ну вот вообще как проходят занятия, как проходят пробные занятия? Вот к вам приходит первый раз человек, да? Он ничего не знает, он где-то может быть насторожен. Как здесь будет все? Как это все выглядит? Ну вот как раз, то, что Викторовна сказала, это индивидуальная работа с ребенком. Родители присутствуют на пробном. Мы работаем с ребенком, родители чуть-чуть позади на пробном занятии. И мы проводим такой мини-тест интеллектуальный в игровой форме. Допустим, запомнить картинку или рассказать какую-то историю по картинке. Поработать со счетами. То есть у нас дошколята, например, на пробном занятии уже умеют ревозначные числа складывать. Они уже, по крайней мере, понимают, как это делается. И после пробного занятия как раз мы решаем, в какую группу. Почему он у нас индивидуально? Многие нас спрашивают, почему вы не делаете групповое? Потому что нам нужно понять характер ребенка и предложить ему ту группу, где конкретно ему будет комфортно. Хорошо. Ну вот, в принципе, про группу понятно, да, что существует вообще почти 4 до 15 лет. Сама, вот, как говорится, методика и форма занятий, насколько вот оно меняется в зависимости от возраста. Например, меня интересуют более старшие ребята, которые там не дошколяты, не первоклассники, да. Ну, где-то вот уже ближе к подростковому возрасту. Может, 11, 12, что-то вы, может быть, новое вводите. Повторюсь, у нас много упражнений, больше 35, и, в принципе, старшие ребята делают те же самые упражнения, которые делают более младшие, но у них много разных усложнений. Например, мы добавляем ограничения по времени. То есть, если дошколенку нужно 2 минуты, то более старшему мы делаем минуту 30 секунд. То есть, мы максимально ускоряем. Знаете, как вот в тренажерном зале, ведь ходят разные же возрасты, но одни и те же гантели при этом тягают. Только кто-то более тяжелый, кто более легкий. В принципе, так же построены наши занятия. Хотя, как бы... Тонкости определенные есть. Даже не тонкости, да, и тонкости в том числе. Но, ради правды сказать, у нас есть некоторые дошколята, которые делают гораздо более серьезные упражнения, чем более старшие ребята. Такое тоже бывает. То есть, это вот какой-то дар, или они так очень хорошо схватывают вообще, как это объяснить? Скорее схватывают, потому что все-таки интеллект есть у всех. И вопрос, кто им занимается. Вот это, кстати, отлично сказано. Хорошо, мы благодаря вот этому интеллекту, который вы развиваете, знаю, участвуете в всевозможных олимпиадах. И вы у нас уже были здесь, когда после участия, да? Но прошло время. Участвовали ли еще в чем-то? Вот что-то из последних вас, эти девы побеждали? Ну, из последних как раз сейчас был летний период, скажем, затишье. Потому что многие отдыхают, разъезжаются, и как таковых соревнований нет. Мы сами являемся организаторами больших соревнований. В Твери, да, в Твери? Да, то есть у нас в прошлом году был городской турнир. В этом уже, можно сказать, был областной, потому что к нам со всей области приехали. И Торжок, и Лихослава, и Ржев к нам даже приезжал. В следующем, ну, в этом году уже планируем сделать, ну, наверное, региональный. Потому что уже из других регионов тоже к нам хотят приехать. Из таких крупных соревнований мы участвовали в Московском. То есть это отборочный тур чемпионата мира. Мы в России, в Москве наши ребята выступали. Золотую середину, хочу сказать, заняли. Прям очень там были, очень серьезные были люди. Причем победитель российского турнира занял третье место на чемпионате мира. В категории 12 лет. А, по-моему, в 8-летний занял первое место. В Турции был чемпионат мира, он занял первое место. Здорово. Еще кроме Москвы куда-то есть? Пока нет. Предложения есть из разных городов. Я думаю, что в этом году мы будем много где посещать. Ну, вот вы сказали, что у вас принимают участие ребята из районов Тверской области. Там есть Пифагорка? Как они вообще вас находят? На данный момент нету. К большому сожалению, мы над этим работаем, пока они приезжают к нам в город. То есть они занимаются здесь, да? Да. То есть вот даже так? Да. Даже из Клина приезжают, я хочу сказать, к нам заниматься. Хорошо. Ну вот, мне кажется, сейчас хочу спросить про такое новшество, да, которое, задаченные все педагоги в этом году, обязательно второй иностранный вводится в школах. Вы как-то подготовились к этому новшеству в Пифагорке? Да. Если да, то как? Мы как раз вот запускаем новое направление, это именно разговорный английский. Вот как раз Никита у нас главный, управляющий этого направления. Очень интересное направление, именно разговорного языка. Вот почему вы все-таки выбрали именно разговорный английский, и почему это важно? Ну вот сразу видно, что здесь преподаватели английского, они больше, не меньше. Никит, я вас поняла, что вы сказали, может быть, не все наши зрители и слушатели поняли, переведите, пожалуйста. Да, я задал вам вопрос, как часто вы сталкиваетесь с тем, что ученики, а может быть, даже и преподаватели, которые хороши в грамматике, которые хорошо знают в принципе язык, совершенно не способны на нем разговаривать. Вот я не знаю, как вы, я, например, очень часто встречаю, да, очень часто провожу собеседование и с такими проблемами действительно сталкиваюсь. Да, я считаю, что на данный момент действительно важно, это и работа, и путешествия, да, что-то связанное с туризмом, везде тот самый разговорный язык. Сейчас я вам, кстати, продемонстрировал так называемую языковую готовность, да, большинство людей, которые говорят хотя бы как-то на английском, как это происходит, мы слышим информацию на английском, обрабатываем ее, переводим на русский, и потом придумываем ответ на русском, потом опять переводим на английский, потом только выдаем, да, это совершенно неправильно, в русском ведь не так, почему на английском так должно быть, да, вот в этом вопрос. Поэтому к языковой готовности в первую очередь мы тоже вот как-то к этому подготавливаем, чтобы, когда звучит вопрос на английском, был сразу вот такой вот ответ, да, можно сказать, думать на английском. Да, вот это очень важно, на самом деле, и у меня есть знакомая, я думаю, что у многих есть знакомая, которые очень хорошо знают английский язык, хотел просто рассказать небольшую историю. Да, пожалуйста. У меня есть знакомая, которая закончила РГФ с красным дипломом и уехала в Англию на обучение, на дополнительное обучение. И мы, это было уже давно, сейчас уже как бы... Все хорошо. Все хорошо, но говорят, тогда, когда я приехал и начала обучение, я прям вот стою, там в столовой, например, и я слышу речь иностранцев, я вижу там ошибка, слышу там ошибка, там ошибка, но они друг друга понимают. А со мной как бы пытались заговорить, я не могла говорить. То есть это человек, который отучился на РГФ, получил красный диплом, знает в совершенстве английский язык, говорит, у меня первое время по английскому было пять, такая твердая пять. То есть она знала лучше у самих англичан, английский язык, а по всем остальным предметам три. Она говорит, не потому что я их не знала, а потому что я не могла поговорить с преподавателем, рассказать ему, что я знаю. Я все понимала, я все знала, знала ответ на вопрос, но я не могла рассказать. И говорит, только после где-то полугода-года именно общения, я поняла, что разговор и знание грамматики, это вообще две разные вещи. Абсолютно верно. То могу поддержать абсолютно Сергея, согласиться, потому что я сама закончила РГФ, правда у меня немецкое отделение, это на самом деле очень серьезные факультеты, образование. Но у тех как раз, кто учит язык профессионально, у них есть вот этот страх, на самом деле, совершить ошибку. Они вот именно слышат чужие ошибки, сами боятся говорить, потому что вдруг, не дай бог, что-то сказать. Плюс это более такой классический, может быть, язык, а разговорный, он все-таки проще, но в то же время он делает, как говорится, общение, решение каких-то вопросов более доступным. Ну вот вы сказали, что мало кто у нас говорит на самом деле на языке. Я тоже поддержу эту мысль, потому что уже вроде бы и дети учат первый язык, вообще чуть ли там не с детского сада, утрированно скажу, но так. Но тем не менее, по факту никто не может говорить. Об этом даже говорят те люди, которые занимаются туристической деятельностью у нас, и говорят, что у нас не официанты, никто вообще не может говорить с иностранцами, что осложняет, соответственно, их прием, потому что они не знают язык. Мне кажется, это на самом деле отличная идея. И вообще, в какой форме будет проходить занятие и проходит у вас по-английскому? Так, начнем с того, что очень много интерактива. Методика такая достаточно старая, зарекомендованная, но при этом адаптирована под современные реалии такие. Очень много диалога, очень много постановки речи, очень большой упор делаем на произношение. Например, да, ну естественно, расширение словарного запаса и грамматику, естественно, постепенно мы тоже вводим. Знаете, вот чтобы больше понять именно формат занятий, приведу такой пример, такую метафору. Когда у нас рождается ребенок, сначала он повторяет звуки, агу, агу, потом уже повторяют слоги. И по вот у меня дочке 10 месяцев, у нее вот прям без остановки. Потом уже слова, предложения, и только к грамматике мы приходим лет так через 6-7 в школе. Почему-то, к сожалению, при изучении иностранных языков у нас все наоборот. Сначала у нас грамматика, а заговорить или не заговорить, то уж как повезет. Чаще всего этого не случается. Ну, это да. Очень часто, по крайней мере. То есть, могу точно сказать, некоторые как говорят, но ведь русскому языку ребенок постоянно погружен. 24 часа в сутки он в этом находится. Мы согласны абсолютно, но с другой стороны мы говорим, что чем старше ребенок и человек, тем у него уже более развит мозг. Он уже легче подпринимает информацию. И как раз, чтобы больше было погружения, у нас как раз есть формат занятий. Какой? Мать и дитя. Правильно. Мать и дитя, вот так называется. Вот так, интересно, расскажите, пожалуйста. Да, ну смотрите, упор мы в любом случае делаем на ребенка, ну, разные подходы, соответственно, к взрослым и к детям, как вы понимаете. Но родители всегда присутствуют на занятиях, если они этого хотят. Если они этого хотят. И занимаются. Да, и занимаются вместе с нами, да, по мере возможностей, да, мы тоже, педагоги, привлекаем родителей в диалог, в какие-то упражнения с ними тоже проводим. Все это сделано для того, чтобы дома родители с детьми также смогли позаниматься, также что-то отточить, какие-то навыки, домашнее задание сделать вместе. Ну, и, по-моему, неплохо, да, просто сблизиться. Пусть провести время побольше еще с ребенком, чего тоже не угодит. Да, это точно. А еще есть барьеры, да, потому что некоторые дети стесняются, и так тяжело заговорить, а с родителем все-таки с мамой уже будет легче, намного легче. Да, это одна из первых вообще задач, в принципе, нашего курса, это вот снятие языкового барьера, так называемого, именно вот в таком его аспекте. Просто не бояться разговаривать, потому что это первостепенная проблема, которую я вот для себя выделил на начальных этапах учения языка. А группы тоже маленькие? Да, так же до пяти человек. Плюс мамы. Да, наши принципы. Ну, мне кажется, даже в таких условиях даже взрослый может потянуть свой английский, если, допустим, был в свое время, либо вообще его освоить. Планируете вообще отдавать потом ребенка на язык? На язык не знаю, но Сергей нам обещал, что будет скорочтение. Да, раскрывает все наши тайны. Будет, будет, но не готово. Мы пытать начали, но мы хотим улучшить. Мы это готовим, но пока не сейчас. Видите, у нас как, мы сначала, почему мы сразу много курсов не запускаем? Мы запускаем один и его отрабатываем на то, чтобы было максимально польза. Потому что если запустить много всего и сразу, где-то будут пропадать. То есть сейчас по метальной альтметике я уже полностью уверен, что тренера, которые у нас есть, они уже могут передать то, что, допустим, я могу передать родителям, детям. Поэтому мы всегда ищем сотрудников, которые хотят развиваться, которые хотят дать развитие детям. Вот, Сергей, мне кажется, у вас прекрасная сейчас возможность пригласить потенциальных тренеров к себе. Да, то есть мы приглашаем всех, кто хочет и сам развиваться. У нас есть своя электронная библиотека, абсолютно бесплатная. Скачивают наши тренера, читают книги. Вебинары, обучение обучаем всем методикам, которые у нас есть, и которые как раз будут у нас из корочтений, таблицы умножения. Много очень курсов. То есть главный критерий – это любовь к детям и психологическое и литератургическое образование. И всему остальному мы учим. То есть резюмо может присылать к нам на почту. Пифагорка.твер.собака.мл.ру Да, у нас точно так же, как и телефонно, периодически появляется адрес электронной почты. Поэтому поглядывайте на экран. Поэтому те, кто хотят присоединиться к этой классной команде, вот, пожалуйста, пишите, звоните. В случае на английском мы тоже приглашаем, кстати говоря. Кстати, да, это очень. Да, you're welcome. Прошу, приходите, звоните, пишите. Вот как раз на какой возраст рассчитан у вас английский? Я думаю, что возраст оптимальный самый, такой же, как мы упоминали при разговоре о ментальной арифметике. Это тоже от 5 до 15 лет. Больше, пожалуйста, на здоровье. Объясню почему. Потому что всегда проблемы с разговором у многих. И именно поэтому, скажем, уровень владения языка в плане грамматики, письма и чтения нам абсолютно не важен. Мы будем оттачивать язык именно разговорный. Поэтому можно начинать как в самом маленьком возрасте, что, на мой взгляд, самое оптимальное, но и оттачивать в более, скажем, старшем возрасте уже. То есть уже, если даже есть какая-то база, да, но она не работает по какой-то причине, все равно человек может прийти, подросток, да, либо ребенок, и продолжить обучение, но уже более разговорный. Да, и даже если база работает хорошо, все равно лишним абсолютно точно никогда не будет. Хорошо. А все-таки вот этот курс английского на какой-то период рассчитан по времени? Мы всегда говорим, что все абсолютно индивидуально, и это чистая правда. Это чистая правда. И я в таком случае всегда говорю, что нет предела совершенству. Это правда, да, заниматься можно абсолютно сколько угодно. У каждого родителя свои запросы и свои цели. Как только родители считают, что их запрос и их цель выполнена, да, мы считаем свою работу тоже, естественно. А мы в том году хотели пойти на английский. Нам учительница спросила, вы умеете читать, писать? Мы еще не умели. Она сказала, смыслу нет заниматься вообще. Да, это тоже совершенно, это стереотип на самом деле, очень большой стереотип, совершенно логичный вопрос, который тоже постоянно слышу, который тоже постоянно задают. Это как раз то, о чем говорил Сергей. И почему, когда в России рождается ребенок, мы не даем ему сначала учебник с грамматикой, или с чтением, или с письмом, а сначала учим ему говорить. Сначала нужно дать ребенку ту среду, в которой он будет развиваться, и в которой сможет потом осилить чтение, грамматику, письмо и другие аспекты языка. Мы даем говорение, и на наш взгляд, вот это самое первостепенное, что должно быть в этом изучении. То есть, когда мы разговариваем, мы же разговариваем правильно, мы же не разговариваем набором слов в хаотичном порядке. Мы показываем, как говорить правильно, и когда ребенок, он сначала не понимает, почему так. Он повторяет, он сначала повторяет, потом начинает отвечать. А потом, когда попадает уже в среду, где есть грамматика, он начинает понимать, почему вот тогда это было так. И он уже легче воспринимает грамматику. Намного легче. Да, ребенок по-русски может разговаривать с ошибками, с орфографическими, разными. Но когда он изучает грамматику, он и говорить лучше становится, и грамматику лучше проходит, и оценки получать намного лучше. Поэтому мы являемся дополнением, на самом деле, к школе. Мы ни в коем случае не говорим о том, что грамматика не нужна, она нужна. Но она нужна вкупе все-таки быть. Разговоры все-таки у нас забывают, к сожалению. И мы говорим как раз об упущении, которое недостаточно дают в школу, на наш взгляд. Катерина, а вы, вот это уже как бы такие требования к ребенку, который еще в детский сад ходит, да? Вот он уже должен что-то знать. Мы просто не ходим в детский садик, да, но хотим в хорошую школу поступить, и хотим дать ребенку знания. Ну а там уже надо, чтобы поступая в школу, надо уже знать. Вначале были нацелены на 17-ю школу. Хорошая. Вот, а потом решили, что нет, не пойдем. Ну вот да, вот сейчас все-таки мы сталкиваемся с тем, да, чтобы как бы не декларировали то, что нет, вы приходите, мы всему научим, я имею в виду вообще там школы, да? Все равно вот какой-то багаж знаний должен быть. Ну я просто переживаю за ребенка, что вдруг ей будет тяжело учиться первое время, чтобы у нее были определенные знания уже. Вы планируете это в школу во сколько? Через год. Через год все-таки планируете, да? Хотя единственное, вот сейчас уже все говорят, что можно идти уже сейчас, но страшно. С другой стороны, нужно продлить ребенку детство. Хорошо. Ну вот тоже не могу не спросить, да, немножечко мы отвлечемся от английского. Сейчас вы достаточно активные участники, достаточно заглянуть в вашу группу ВКонтакте, у вас каждый там просто пестрит какими-то фотографиями, мероприятиями, вы куда-то, если вы уже уехали, все, вы отчитываетесь, потом что-то предстоит. Вот я знаю, что из последнего, да, это было «Чего хочет Тверь» вы принимали участие. Ну, расскажите, почему решили принять, как это все было? Было очень интересно. Как минимум. Прям, да, мы когда нам сказали, что у нас будет мероприятие с 12 до 7, то есть мы часто выступаем на таких мероприятиях, и, как правило, где-то в 3-4 уже как-то на спад идет. Здесь прям было без остановки просто. У вас какая площадка была? У нас было развитие, интеллектуальное развитие. В Горсаду где было? Да, очень много было и взрослых, и детей. Вот как раз о том, о чем говорила Виктория, приходили взрослые просто с детьми. Для детей был паспорт, они ставили печати, взрослые смотрели так, ой, а можно нам попробовать? И потом они уже двигали детей, говорят, ну, теперь мы, теперь наша очередь. И проходили эти тесты, и прям многие даже вставали и говорили, как сложно. Хотя мы давали какие-то легкие упражнения, что касается даже пальчиковой разминки, которую мы показывали на прошлой передаче. Да, такая разминка, далеко не все ее могут повторить. У взрослых просто прям беда, беда с этим. И постоянно, то есть мы в 7 часов, прошу прощения, постоянно интеллектуальные вот эти упражнения. Я даже ездил, потом распечатал, потому что просто уже не хватало. Многие возвращались по несколько раз, говорили, нет, мы все-таки сделаем это. Уже все на принципах. Да, уже принципиально было. Очень сложные были задания, специально чуть более сложные, чем для детей, для, так скажем, хорошо развитых взрослых. Мы уже ставили им печати, собственно, за которыми они приходили. Но по итогу они все равно дожидались результатов, потому что им был интересен вот уровень, например, концентрации, показывало одно из упражнений. То есть да, мы на это мероприятие показали, скажем так, все, кроме ментальной алифметики. То есть мы позиционировались как ментальная алифметика, но мы показали именно то, чем мы занимаемся. Не счет. Хорошо. Ну, я знаю, что у вас помимо вот участия, да, вот в таких мероприятиях есть и другие. Вы об этом, в принципе, упомянули, да, обмолвились, что и досугу детей, не только обучение, тоже есть место в Пифагорке. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее, куда вы возите, что у вас за экскурсии. То есть как, я знаю, летом у вас много бывает интересного. Как и это лето прошло? Лето прошло замечательно. Да, у нас был городской лагерь, были ребята новые, были ребята, которые к нам давно уже ходили и развлекались, развивались. И даже по отзывам родителей, которые только пришли летом к нам на занятия, после смены нашей, они говорят, что да, ребенок действительно начал по-другому мыслить. Мы не понимаем, почему, мы не понимаем, как, но мы видим, что по-другому. То есть за занятия, даже за короткий срок, они постоянно находились у нас, это дало свой отпечаток. По поводу наших внеклассных мероприятий, все говорят, что Пифагорка – большая семья. Мы собираем всю нашу большую семью и едем, организовываем досуг семейный. Мы были на Олене фермы, мы были в Эрмитаже, в Эрмитаже дома были, в Путевом дворце мы были. Где мы еще были? Ну, в связи с того, что вот из последнего, вот как раз. В Лихославле мы были. В Лихославле, да, в Лихославле мы были. А какие Новый год он делает? Вы сейчас поделитесь, почему мы-то были тоже. Да, да, да. Мы организовываем масштабно, максимально, мы приглашаем друзей, друзей, друзей. Жизнь кипит. Мы не просто кружок куда пришли, отвели и ушли, мы стараемся максимально помочь. На Ли в 5 у нас больше 100 детишек, например, было, да. Плюс родители, да. То есть у нас общая численность, мы, кстати, посчитали относительно недавно, сколько у нас было всего человек на последней Олимпиаде вместе с родителями. Получилось 442 человека. То есть мероприятие такое, организовать его. Детишки были заняты, родителям тоже не приходилось скучать. Потому что для родителей, да, лекции у нас были, да, от психолога, организован был стенд с настольными играми. То есть родители тоже всегда были чем-то заняты во время Олимпиады. Перекусить, кстати, что не менее важно. Очень, очень важно. Виктория, ну вот вы поделитесь, я так понимаю, что вы участвовали уже в мероприятиях, в оборке. На Олимпиаду мы не пошли, потому что нас трусило. Следующую Олимпиаду хотим пойти, не пропустим. Были на Новом году, очень понравилось. Все интересно, весело. И было разделение по возрастам. Маляхки под ногами взрослых не путались. Были отдельные группы, у каждой группы свой куратор. Они проходили квесты. Было интересно. И ребенку мы в самой маленькой группе попали. Взрослые ходили табуном. Тоже было интересно. Ну, сказать, на Новый год было 150 детей, плюс родители. То есть там больше 300 человек. То есть такие мероприятия мы максимально делаем. Большие тоже любители. Большие интересные, да. А еще куда-нибудь ездили, нет? На Олиню ферму ездили. Так, поделитесь. Олиню просто обалденно. Впечатлило, да? Да, впечатлило. И в Лихославль мы ездили. В Лихославль у нас не получилось. Да, было. Хорошо. Ну, вот обмолвились о том, что Олимпиаду вы не пропустите, да? Когда планируете? Ой, в этом году, наверное, уже... Мы два года подряд делали в мае. Но вот после этого года, пообщавшись с родителями, потому что все-таки мае — это уже конец учебного года, это уже отпуска многие планируют, мы решили, что мы будем делать ее, скорее всего, в апреле. Пораньше, да? Чуть-чуть пораньше, да, чтобы и на экзамены не попадать, и на подготовку не попасть, но при этом сделать праздник. Да, действительно, многие не смогли поприсутствовать именно по той причине, что были в отъезде или же подготовка к экзаменам, и что-то такое прям жизненно важное, жизненно необходимое. Хорошо. Вот, говоря о досуговых мероприятиях, учеба, учеба, и понятно все равно, что опять у вас это будет. Чем вы в этот раз планируете ребят удивлять, завлекать? Знаете, у нас уже становится все больше и больше, что мы уже даже не представляем, кто нас может вместить. На оленю ферму у нас тогда было 100 человек в общей сложности, в Лихославе — 120 человек. То есть мы хотим максимально, чтобы максимально наше количество ребят посетило то или иное заведение. К сожалению, не все заведения могут такое количество принять. То есть вы сразу, большой группой, не развиваетесь. Да, ну, конечно, нам же нужно объединить. Смотрите, дети приходят на занятия, они видят себя и еще четырех детей, например, или троих. И они думают, что вот пифагорик — это вот, все. А когда они выезжают на мероприятие и видят 50-60 детей, они начинают общаться, знакомиться, играть, виситься, по-другому жизнь совсем течет для них. И они уже приходят в пифагорику уже с другим настроением. Хорошо. Ну вот за тот период сколько вы, получается, уже существуете? Два с половиной года уже. Два с половиной года уже? Скоро три года будет. Скоро будет большой праздник. Уже столько всего наворочили. Ну вот количество желающих все-таки увеличивается. Да, у нас большее количество, конечно, приходит по именно по сарафанному, от мамы к маме. Там результат, здесь результат. Каждый приходит со своим запросом. Хотят получить каждый свой результат. Да, ради интереса спрашивали просто, откуда о нас узнали. И зачастую, наверное, в 90% случаев говорили, что вы от знакомых. Ну вот точно так же, как у Виктории. Нет, я интернет. Я просто ушла о ментальной арифметике, что она вообще существует. И человеку было интересно, мне тоже заинтересовало. В интернете первая ссылка была. Ну потому что вы самые активные. Наверное. Естественно. Хорошо. Но вот все-таки у вас, как у родителя, вот вы уже смотрели и присутствовали на занятиях. Вот какие-то, может быть, есть какая-то потребность еще чего-то, что вы хотели бы? Дети приходят, которые более старшие, они немножко отсталые в плане учебы. Сергей их подтягивает. Я не вижу в дальнейшем для ребенка, который вот как моя изначально, если она сейчас уже взяла что-то, что с ней там в третьем, в четвертом классе можно делать? Мы обязательно уже заработаем. У нас есть дети, кто заходит к нам и два года, и два с половиной года. Мы благодаря и им тоже придумываем новые упражнения, общаемся с нейропсихологами, с неврологами, именно разработать новые упражнения, которых нет, или модифицировать старт. По поводу через 4-5 лет, мы, к сожалению, столько еще не существуем. Мы, конечно, планируем это сделать больше, но видите, когда приходят с определенной целью, например, у нас есть родители, которые приходят с целью научить нашего ребенка хотя бы считать. Есть у нас ребята, которые, допустим, приходят на пробное, они считают до 10. Последний случай, который у меня был, который так сразу вспоминается, ребенок считал до 12, и то просто по порядку. Ребенок маленький, да, то есть норма. То есть норма, это все норма была. Еще в школу не ходил? Еще не, не ходил в школу, да. Мы хотим, вроде ему нравится, мы хотим, чтобы было. И то считаю просто по порядку. 1, 2, 3, то есть ему пока уже 5, он не назовет ее. Мы месяц занимались, он начал считать до 100 и обратно, знаю любое число, потому что и мы знаем подход, как этому научить. И плюс интеллектуальное развитие. Сейчас этот ребенок уже в уме двузначный складывает. Просто он смотрит и складывает. Не, ну мы пришли такие же, мы сдали от единицы до 10. И Сергей, наверное, буквально месяц, наверное, да. До 100 и обратно. Скажем, и у родителей тоже меняются цели по мере обучения. Если сначала приходят с какими-то более приземленными, скажем, запросами, то в процессе обучения, когда родитель видит уже результаты, он ставит для своего ребенка уже более высокую планку. И его, естественно, продолжает обучение, хотя предыдущая цель. Да, у нас, допустим, приходят со школьниками, очень часто приходят, говорят, нам бы память. Плохо запоминаем. Проходят 2-3 месяца за 70 индивидуально. Приходят, и родители говорят, ой, спасибо вам большое. Мой ребенок наконец-то сам выучил стих, ни разу мы к нему не сели. А потом, да, а теперь мы хотим, чтобы это было в 2 раза быстрее. Чтобы он стих учил не за час, а за полчаса. Ну, хорошо, мы начинаем работать по этому направлению. То есть, конкретно цель, мы с этой целью работаем. Кстати, Сергей делает, раньше делал, сейчас не делает, занятие на развитии речи. Вот, кстати, это очень важно. Есть ли такая проблема, да, что есть проблемы с речью у детей? С риторикой, да, но это связано больше с тем, что они не общаются друг с другом. То есть, у нас есть элементы риторики, и мы их, ну, по мере необходимости. То есть, раньше это было... Водимы прямо в занятиях. Да, у нас был раньше это отдельный курс, прям целое занятие, мы занимались только риторикой. То сейчас мы просто элементы риторики вводим уже в основные интеллектуальные занятия. По сути, это тоже интеллектуальное развитие, которое мы обещаем, только уже немного в другом формате. Ну, вот скажите, Пифагорик, а как вообще выманивать детей из вот этих вот соцсетей, из гаджетов? Они у вас как на занятиях? Запрещены, нет? Или просто им так туда неинтересно? Им просто не надо, им неинтересно абсолютно. И некогда. И некогда, да, да. И они прибегают, они... Многие родители думают, что чем больше кружков, тем больше идет нагрузка. Я себе так говорю, что мы не нагружаем детей, мы не даем фундаментальных знаний, мы их ничему не учим. Мы их именно развиваем и позволяем сделать так, чтобы они как раз не нагружались на других занятиях. И они прибегают даже в последнюю группу с 7 до 8 часов, после второй смены, 5 уроков, прибегают, занимаются и выходят отдохнувшими. Родители говорят, как? Мы шли сюда, ели, плелись, а тут выскочил и побежал. То есть он хорошо провел время, он развился, у него легче стало ему думать. Я могу смело заявить, что нет такого ребенка, которого мама заставила прийти к пифаменту. Нет таких пифаменту. Ну, знаете, на последнем занятии 4 человека, 2 мальчика, 2 девочки сидят. В конце занятия они играют. Игры им всем нравятся. И он говорит, мы делаем цель или играем? И они все четверг говорят, мы делаем цель. Да, это было шоково у всех родителей. Вот расскажи, что значит делать цель? Да, это один из основных упоров, на что мы делаем. Мы для того, чтобы дети сами делали то же самое домашнее задание, не сидели с родителями. Многие, знаете, как приходят на пробные занятия и говорят, у нашего ребенка плохая концентрация внимания. А у нас есть тестовое задание на самом пробном. И мы говорим, замечательная концентрация внимания, ребенок все находит, все делает. Я говорю, как вы думаете, может все-таки это мотивация? То есть мне интересно, я делаю. Мне интересно, я не делаю. Говорят, да, наверное, мотивация. А мотивация – это отсутствие цели. То есть здесь у него цель – получить удовольствие, поэтому он это хорошо делает. А в других заданиях у него нет такой цели. И мы каждое занятие, у нас садятся дети, мы говорим, ребят, ставим цель, кто сколько, чего хочет сделать. Ребята открывают, например, тетрадки и говорят, мы хотим делать пять упражнений. Кто-то говорит, пять страниц. И начинают делать. И у них сначала это игра, они не понимают, что они делают. А потом уже, вот да, они в конце занятия, я им всегда предлагаю, ребят, десять минут до конца занятия доделаем цель или играем? Цель доделаем. Причем разный возраст даже. Вот пять, шесть лет, восемь лет в одной группе у нас. И только цель. Удивительно. Ну что же, вот так совершенно незаметно подошло время очередной рекламы. Мы буквально прервемся на три секунды. Не переключайтесь, это еще не все. Ну что ж, снова в эфире программа «Тема дня». Продолжаем разговаривать. В гостях у нас Пифагорка сегодня. Вот Сергей, зацепился я за такую фразу. Вы сказали, что не столько важно, что вы даете, а главное, как. Вот как вы даете? Какие основные принципы работы Пифагорки? Да, знаете, именно как мы ведем группу, именно сама методика, ее, к сожалению, у нас не преподают ни в высших учебных заведениях, уже сейчас я даже не знаю, где ее преподают. Я эту информацию получил года четыре назад, когда обучался на бизнес-тренера. Как раз в ведении группы у нас была очень, главное, очень большая тема. Она заключается в том, что у нас как таковой дисциплины нет. У нас мои родители спрашивают, а почему у вас дети, например, могут покричать, могут побегать, но при этом они развиваются. Как так вы делаете? И вот есть именно как мы ведем эту группу. Мы помогаем детям найти комфортное место в каждой группе. То есть даже если группа будет меняться, они уже автоматически находят. И в школе у нас прям есть отзывы и психологов школьных, и учителей, что дети, которые к нам ходят, у них меняется даже поведение. Если раньше ребенок мог кричать на уроке, вскрикивать, на перемене, дергать за косички, то есть это привлечение внимания, то занимаясь у нас какое-то время, у него меняется даже поведение. И это для нас очень большой показатель, когда школьные учителя и психологи об этом говорят. Больше скажу, даже некоторые психологи к нам присылают детей специально, и даже звонят нам, говорят, к себе придет такой-то мальчик, вот помоги ему развить вот то-то. Мы говорим, хорошо, будем работать. И потом, да, есть отзывы о том, что и результаты улучшаются, и школьные, и социальные навыки улучшаются. Это именно как мы ведем эти занятия. Это очень большое. Как уже Сергей говорил, абсолютно любому человеку, будь то взрослый или ребенок, ему, конечно же, нужны эмоции. Вопрос какие? Есть позитивные эмоции, есть негативные эмоции. Наши дети, которые занимаются у нас, они прекрасно знают, что они получат только положительные эмоции. Для этого надо что-то сделать. Да, для этого нужно что-то сделать. Это о том целеполагании, о котором мы говорили. Как раз-таки выполнение цели, отличное выполнение каких-то задач, заданий. Мы даем им кучу позитивных эмоций, прям огромное количество. И поэтому у детей есть мотивация, у них есть стремление к тому, чтобы сделать больше для того, чтобы мы отдали всех себя в позитивном ключе для них. Это, знаете, это впечатляет размышление, чтобы понять, как мы работаем. Я очень часто спрашиваю взрослых людей, говорю, смотрите, что надо сделать ребенку, чтобы его похвалили, восхищались и радовались им. Прям не знаю. Ну, только если спасти утопающего, при этом святать в космосе, еще получить Героя России, тогда... Что же одновременно. Да, и желательно все это одновременно. Тогда будет именно восхищение такое прям. А что надо сделать ребенку, чтобы его поругали? Ничего. А что легче? Что-то испачкать нельзя делать дома. Да, а что легче? Легче сделать ничего. Ну, конечно. И будет куча эмоций. А психика устроена так, что позитивные, негативные эмоции – это одна и та же пища. Просто это эмоция – ключевое слово. И вот как раз для обдумывания лучше больше хвалите именно даже за хорошие, даже за обычное. За любую помощь. Это дельный совет абсолютно всем родителям. Хвалите своих детей, если есть за что. Всегда есть за что хвалить. Да. Хорошо. Ну, вот у нас буквально остается всего там несколько секунд. Сергей, хочется, чтобы вы напомнили, где и как вас найти в Пифагору. Да, приглашаем всех к нам в гости. Мы находимся по адресам Октябрьский проспект 99. Это бизнес-центр Меркурий, торговый центр Рубин. Зинаида Конопляникова, 17 корпуса 1. Это ориентир аптека Доброе Сердце. Да. И можно нам позвонить, записаться на пробное. По номеру 60, 62, 62. У вас также есть группа ВКонтакте очень активно действующая. Есть еще где-то в соцсети. Да, Инстаграм есть, можно будет присоединиться в Пифагорку Твери. Да, у нас все в Пифагорку Твери. Хорошо. Ну что же, на этой положительной ноте мы с вами завершаем нашу сегодняшнюю программу. Большое спасибо, что пришли поделить такое отличное начало нового учебного года. Ну что же, обучение можно и нужно сделать интересным. И есть люди, которые это умеют. Это была программа «Тема дня». Всего доброго. До свидания.